В большинстве своем мы, дачники, выращиваем рассаду самостоятельно. И с одной стороны, в этом только плюсы, так как мы сами выбираем сорта, рассчитываем ее возраст, какой она должна быть к моменту высадки. Да и в целом, сам процесс выращивания – это тоже душевное удовольствие. Но при этом мы сталкиваемся со всеми возможными трудностями. Это и плохая всхожесть семян, и черная ножка у всходов, и какие-то пятна на листьях. Еще нередко бывает так, что рассада перерастает. Поэтому давайте разбираться, почему же так бывает, что плохого в этих переросших растениях. И самое главное – это как не допускать их перерастания. Итак, первое, что кидается в глаза, когда мы видим такие растения, это их неэстетичный и чахлый вид. У них такие непропорционально длинные междоузли, тоненькие стебли, и, конечно же, блеклые листва такого желтоватого цвета. Но, казалось бы, по большому счету, это все мелочи, так как после того, как мы высаживаем их в грунт, они постепенно наращивают дополнительные корни, крепчают, набирают цвет, и в итоге дают точно такой же урожай, как и все остальные растения. Но это не совсем так, как нам видится со стороны, так как у переросшей рассады сбиты природные установки, и нужные вещества в растении вырабатываются не по природному плану, что в общем итоге отражается и на конечном результате, и растение нам дает не тот урожай, на который бы при нормальном выращивании оно было бы способно. Вдобавок, такие переросшие растения слабее здоровьем по сравнению с обычными, и зачастую именно их атакуют разные болячки. А из-за того, что они очень долго приживаются в грунте, то и сроки сбора урожая тоже сдвигаются. Поэтому в двух словах почему же так происходит. Первое – это когда семена слишком густо сеют, и тогда растишки в борьбе за жизнь тянутся к свету. В таком случае их после пикировки нужно обязательно заглубить до семидолий, и тогда они постепенно придут в себя и станут более крепкими. Но это нужно делать, пока они еще маленькие. Вторая частая причина – это неправильные сроки посева. И тут все максимально ясно. Семена посеяли рано, растение уже выросло, а в грунт высаживать его еще рано. Ну и самое распространенное – это неправильные условия содержания рассады. А именно – это когда растения мало света, в квартире слишком тепло, и при этом их еще и часто и по многу поливают. Напомню, что для нормального развития томатов температура должна быть днем градусов 18, а ночью 15. Огурчики же они более теплолюбивы, им комфортно при температуре 20-25, и еще им нужна очень высокая влажность, процентов так 80. Ну а так как нам все равно нужно вырастить рассаду в условиях квартиры, то нужно максимально сделать все то, что от нас зависит, и создать им необходимые условия. Например, во-первых, весь февраль, март и даже начало апреля нужно досвечивать рассаду, так как световой день в это время еще короткий. Во-вторых, это исключить загущение растений, и после пикировки уже по возможности расставлять их так, чтобы они не соприкасались друг с другом листочками. И самое важное, это создать правильный баланс между температурой, освещением и поливом. Я, например, высеваю семена и проращиваю их в квартире под фитолампами. Но как только сенцы взошли, чуть окрепли, я сразу же переношу их на утепленный балкон и выращиваю рассаду уже там. Более того, даже на балконе в апреле днем температура превышает все нужные нормы. Но во всяком случае, это максимум, что я могу сделать, чтобы создать им более прохладные условия. А вот повысить влажность воздуха можно с помощью опрыскивания листвы. И это, наверное, самый простой и доступный способ. Только чтобы от этого получить лучший эффект, это нужно делать по утрам и вечерам. Более того, можно опрыскивать их не простой водой, а регулятором роста. Например, крепень от фирмы Ваше хозяйство. Первый раз я опрыскиваю им рассаду в фазе 3-4 листочков. А уже второй и третий раз это через неделю, чередуя их с корневыми подкормками. То есть в одни выходные я подкормила рассаду, через неделю опрыскала крепнем, а еще через неделю вновь подкормила и так далее. То есть чередую эти подкормки, обработки по выходным. При этом, согласно инструкции, для томатов, перцев и баклажанов рассаду нужно обработать трижды, а капусту дважды. И нормы для разведения препарата для этих культур тоже разные. Например, для посленовых нужно ампулу объемом 1,5 мл растворить в 1,5 литровой бутылке воды и опрыскать растение. Причем такой готовый раствор хранить нельзя. То есть его нужно использовать в тот же день. В итоге рассада формируется такая коренастая и стволики у растений становятся более толстые и мощные. То есть они не вытягиваются тонкими стебельками вверх. А приобрела я этот препарат все там же на сайте агрофирмы Ваше хозяйство. Одним заказом. То есть в марте, когда выписывала сразу и семена, и подкормки, и средства защиты. И поэтому ссылку на этот сайт оставляю в описании. Ну а в завершение приглашаю Вас всех в комментариях к этому видео поделиться своими методами против вытягивания растений. Пишите, как Вы сдерживаете их непропорциональное развитие, где их выращиваете, какие условия им создаете, как повышаете влажность и какие средства используете для замедления роста. Спасибо за просмотр. Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал. Спасибо за просмотр.